Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Новый сквер в спальном микрорайоне. В «Анапе» выполняется распоряжение главы города о создании зон отдыха на месте пустырей. Ожившая история Древней Греции. Гости из города-побратима Ларисы побывали на театрализованном представлении в археологическом музее Горгипия. «Анапа» – спортивная. Наш город стал одним из лидеров по развитию физической культуры и спорта в крае. Новый небольшой сквер в районе пенсионного фонда – еще одна уютная зона отдыха для жителей и посетителей социального объекта. Сквер разбит на месте пустыря. Поручение облагородить участок дал глава «Анапы» Сергей Сергеев. Работа по содержанию озелененных территорий для анапских коммунальщиков прибавилась, но никаких жалоб. Очень важно создавать и поддерживать уют в родном городе. Инициативу городских властей с удовольствием поддерживают предприниматели и активные анапчане. Разбить новый сквер и привести в порядок территорию. На месте пустыря необходимо сделать зоны отдыха для людей. Такое распоряжение дал глава «Анапы» в марте этого года во время рабочего объезда города. Закроется вот это уродство из гаражей. И хороший будет сквер. Смотри, людей сколько. Вот, вон. Иначе кто-то заберет, найдет способ. И построит здесь еще одну многоэтажку. Вот давайте столбить. И вот здесь вот край-то уже подавать. И уже вот здесь можно проехать. Сказано – сделано. В кратчайшие сроки коммунальщики разровняли землю, установили бордюры и выложили площадку гранитной плиткой. Установили урны и лавочки. Высадили цветы и деревья. Местная молодежь не осталась в стороне. Разрисовала неприглядную гаражную стену, граффити. Сегодня это любимое место отдыха всех молодых мам и пенсионеров в микрорайоне. Для отдыха много пожилых людей, много детей, много мам с колясками ходят. Очень красиво. Гуляешь. Зелень везде. Цветы такие красота. В прошлом году была травка, все было заросшее. Ну, в общем, машину сюда заезжали, ставили. А сейчас приятно. Гуляем, вечерками поедим, болтаем с бабулей. Спасибо, что все так красиво делается. Отдыхают здесь не только жители микрорайона, но и посетители пенсионного фонда, который расположился по соседству. Сотрудники на своей небольшой территории собственными силами создали настоящую красоту. Новый сквер стал прекрасным дополнением. Выходим по субботам периодически, занимаемся цветами и прилегающей территорией убираем мусор, озеленяем, стараемся, следим, чтобы гражданам было комфортно. Можно было присесть, отдохнуть, набраться сил и продолжать дальше свой день. Инициативу подхватили и местные жители. У Марии Григорьевны под окном целый цветник. Садоводством занимается с удовольствием. Все посадили, деревья мы посадили. Деревья уже даже плодоносят. Ну и цветы выращиваем. Ничего такого особенного нет, но людям очень нравится, которые мимо идут. Все восхищаются. Мне тоже это очень нравится и я с удовольствием этим занимаюсь. Ликвидация пустырей и создание на их месте рекреационных зон – приоритетная задача, которую глава Анапы ставит перед всеми городскими коммунальными службами. Инициатива нашла самую активную поддержку у жителей и предприятий города. Управление архитектуры в ближайшее время закончит формирование списка заброшенных территорий, которые вследствие должны стать новыми парками и скверами. В археологическом музее Горгепи ожила история древнего города. В театрализованном представлении гости праздника смогли окунуться в быт и культуру древнегреческого города. Оригинальность и историческую достоверность выступления в полной мере смогли оценить главные гости праздника – делегации из греческого города Побратима Ларисы. Вместе с гостями в мир культуры греческого народа окунулась и наша съемочная группа. Главными гостями праздника стали участники делегации из греческого города Побратима Лариса. Впервые представление на раскопках сопровождалось переводом на греческий язык. Впрочем, многое показанное греческой делегацией в объяснении не нуждалось. Для гостей устроили экскурсию по ремесленным мастерским древнего города. Показали раскопки жилых домов первых веков нашей эры с мощенными дворами и подвальными помещениями. Также поведали о зарожденных здесь традициях олимпийского движения и агонистическом каталоге, где давали клятву на честные схватки древнегреческие спортсмены. Основатель киношока и давний друг Анапы Ирина Шевчук признается, каждый раз приезжая в наш город не перестает удивляться. Это уже традиционно, открытие сезона, праздник. Мы всегда хотим, чтобы в Анапе было много отдыхающих, чтобы они были здоровые, веселые, красивые, любили Анапу. Все для этого делаем тоже уже много-много лет. Поэтому как традиционно вот так вот прилетаем уже не первый год, чтобы поздравить, порадоваться. Затем гости перешли на соседнюю площадку. Улица Горького собрала всех любителей джаза. Здесь свое выступление давал ансамбль «Дикселэнд». В Анапском Дикселэнде классический состав инструментов – кларнет, саксофон, труба, тромбон, банджи, гитара, клавиши, туба и ударные. В репертуаре популярные джазовые композиции. Обожаю джаз, соло, великолепная музыка. А этих ребят я просто люблю. Я их видел всего один раз, но я сейчас вижу второй раз. Обожаю Алису Петрову, она прекрасно поет. Это невообразимое соло, когда она исполняет только голос и барабаны. Это просто великолепно, просто шикарно, очень нравится. Впрочем, каждый мог выбрать представление по своему вкусу. Творческие коллективы работали практически на всех основных площадках курортной зоны. Она побогата на таланты. И этот вечер, посвященный открытию курортного сезона, еще раз в полной мере подтвердил это. Анапские медики стали более эффективно выявлять различные кишечные вирусные инфекции. Это связано с появлением в их распоряжении нового оборудования и реактивов. Пик опасного сезона обычно наступает в июле-августе, но уже сейчас специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и при первых симптомах обращаться к врачу. Одни и те же симптомы могут быть вызваны самыми разными заболеваниями. В ряде случаев, если болезнь не лечить, то взрослый человек становится носителем и может заражать с других. Дети могут подвергнуться обезвоживанию и попасть в реанимацию. Этого можно избежать, если диагноз будет поставлен своевременно. При этом один из основных источников заражения – некачественная пища. Не рекомендуется покупать скоро портящиеся продукты с лотков. Сегодня в районе большинства пляжей есть столовая с современным оборудованием. В крайнем случае еду можно брать с собой. Очень хочется призвать всех гостей курорта к тому, чтобы они не покупали продукты на пляжах, чтобы не покупали продукты на каких-то самодельных лотках. Особенно всегда вызывает очень смутное ощущение мамы, которые покупают своим детям на пляже все, что они носят, все покупается. Все пирожки, кукурузу, чурчхелу. По поводу нашей морской воды. Наша морская вода регулярно проверяется Роспотребнадзором и санэпидстанцией. Ни в том году, ни пока в этом году не было выявлено никаких патогенных микробов, которые были бы опасны для здоровья отдыхающих. Пустые консервные банки могут получить вторую жизнь в виде настоящего произведения искусства. Солому может заменить краски, а, пользуясь математическими правилами, можно создавать уникальные узоры. Все это доказали мастера из Анапы и гости из других городов и регионов. Они представили свои работы на ярмарке по случаю открытия нового курортного сезона и ко Дню России. Эта игольница сделана из латунной консервной банки. Есть специальная технология. Стинки нарезаются на полоски, а затем с помощью простых инструментов они скручиваются, а при необходимости соединяются вместе. Мне нравится пластика металла. Кому-то с глиной нравится, кому-то с деревом. Я чувствую металл руками. Но я, в принципе, когда я был на ногах, у меня профессия была экскаваторщик и слесарь. То есть я с металлом раньше работал. Ну а теперь на коляске, получается, вот меня тянет автоматически к этому. Один из способов добиться желаемой симметрии – считать обороты. Чистый математический расчет. Это называется точная роспись. Рисунок собирается из точек. Ставится точка и идет по кругу вот здесь. Никогда не знаешь, что получится. Никогда не задумаешь, какой рисунок. Идет просто набор. А чтобы было симметрично, считаем, как в вязании. Три туда, две туда. Ирина Русаева из Ставропольского края. Работала художником-оформителем. Это ближе к чертежнику. Рамки, шрифты. Четыре года назад она нашла занятие по душе. Увидела рисунок в интернете и сразу пошла в магазин с закрасками. Сама техника, она просто завораживает, понимаете? Это не кисточка. Здесь совсем чуть другая технология. И, знаете, огромное поле для фантазии. Огромное. Это не нарисовать ни листик, ни цветочек. Тут рисунок идет, знаете, интуитивный, вот, как получится. И всегда вот азарт такой, что же выйдет в итоге. Вот это самое интересное в этой росписи. По похожим алгоритмам формируются многие вещи в живой природе. Например, раковины моллюсков. Но природа не только математик, но и колорист. Коричневая – это в отваре грецкого ореха. То есть, да, некоторые травы, там чистотел, там разные травы, они дают свой оттенок. Но все только в натуральных красительных тонах, потому что химические красительные не применяют, они выгорают. А натуральные – это вечность. Аппликации из соломы. Людмила из Геленджика. Она энергетик по образованию и художник по призванию. В ее семье картины в технике аппликации делают мама и сестра. Сама она осваивала семейное ремесло с 10 лет. Уже участвует в выставках, в том числе и международных. Такая ярмарка ко Дню России и открытие курортного сезона уже традиционная. Уровень мастерства ее участников постоянно растет, как и их число. Сергей Беляев переехал в Анапу из Красноярска три года назад. Здесь и климат, и дела пошли лучше. Много отдыхающих. А оригинальная игольница – полезная в хозяйстве вещь. Ирине Русаевой понравился город, люди и, конечно, море. В Анапе подвели итоги третьего фестиваля «Родина зовет», который прошел в День России. Участники говорят, что получили массу удовольствий и новый опыт. А организаторы надеются уже к следующему году расширить состав участников. Это не состязание, а скорее концерт, за кулисами которого музыканты могут общаться друг с другом. В этом году в нем приняли участие семь коллективов. Спектр стилей от гитарной музыки до тяжелого рока. Это весело. У меня есть много друзей, которых я знаю уже лет 10, если не больше. Ну и просто много людей, всем радуются, всем хорошо. Нам дает развитие, опыт большой сцены, хорошего звука. Ну и мы дружим с другом. Такие площадки, в принципе, нужны всегда, потому что направление очень узкое и очень вымирающее. Надо его поднимать. Конечно, нужна эта известность, какая-никакая для начинающих команд. Пожелание есть музыка, там начинать. Пожелание? Да. Начинать. Начинать новое, делать. Делать рок настоящий. Пожелание. Анапа в числе лидеров. Распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева подведены итоги работы муниципальных образований Краснодарского края по развитию физической культуры и спорта в 2016 году. Анапа находится на третьем месте в крае по числу жителей, занимающихся в организациях спортивной направленности, уступая лишь Кавказскому и Тихорецкому районам. Второе место у города-курорта по показателю наибольшего числа детей и подростков, привлеченных к участию в спортивных турнирах – более 80%. Лидеру, им признан Геленджик, наш город уступил лишь полпроцента. 373 анапских спортсмена вошли в состав сборных Краснодарского края – это очень достойный показатель. Также в документе отмечено, что в Анапе будут построены две тренировочные площадки для команд, которые примут участие в Чемпионате мира по футболу в 2018 году. Это даст новый положительный импульс. В развитии спортивной жизни муниципалитета. И в продолжение темы спорта. В эти выходные любители пляжного волейбола со всей страны встретились в Анапе на открытом турнире, посвященном Дню России. Более 50 участников со всего Краснодарского края – Москвы, Санкт-Петербурга, Валдивостока и других городов страны – не только соревновались, но и делились опытом с юными спортсменами. Особенность этого турнира – игра по системе, с помощью которой можно выявить не просто команды победителей, а лучших игроков. Турнир открытый и рассчитан в том числе на отдыхающих. У них может не оказаться подходящих напарников. Цель турнира – подготовиться к краевым и всероссийским состязаниям. Любители же могут научиться чему-то новому и с пользой провести время. Что определяет наш турнир как лучший? Потому что именно в этом турнире мы можем объединить сразу несколько категорий населения. То есть от самых маленьких – дети, потом юноши, потом женщины и потом ветераны – мужчины, женщины. И в конце у нас еще есть бонус в этом году мы ввели – «Королевский микс» называется. Там играют мужчины и женщины. Они уже как бы уставшие от своих собственных турниров, объединяются. И это проходит очень в дружественной, веселой обстановке. В общем, люди заняты целый день, с утра до вечера. Играем в волейбол, получаем позитивные эмоции. Вячеслав и Татьяна приехали из Сочи. Там они и тренируются, и проводят турниры. Играют вместе на протяжении трех лет. Как отмечают участники, теплая погода и наличие бесплатных площадок делают Анапу идеальным городом для игры в пляжный волейбол. Это наш первый выездной турнир. Он пока только начался. В принципе, организация нас устраивает. Да, мы на самом деле первый раз в Анапе. Первый раз на турнире. Пока все нравится. Наверное, более полные впечатления наши будут после турнира. Но общая атмосфера очень позитивная. Приняли хорошо. Тем более после долгой мучительной ночи езды из Сочи сюда с приключениями. Но все хорошо. Спасибо. По словам организаторов, пляжный волейбол в городе-курорте очень популярен. Количество участников с каждым годом только растет. Прежде всего, за счет молодых спортсменов. Девушки у нас очень неплохо выступают. Здесь вот выступает мальчик Землянский Виталий. Он попал в сборную Краснодарского края вторым номером. Сейчас он едет на сборы сразу после этого турнира. Со сборов они перемещаются в Майкоп на перенство Южного федерального округа. И потом они приезжают в Анапу. У них здесь будет перенство России. Что он там покажет, мы увидим только позже. Сейчас пока тренируемся. Турниры по пляжному волейболу в Анапе проходят дважды в год. Следующий состоится в августе и будет посвящен Дню физкультурника. В День России на спортивных площадках Анапы проходили различные соревнования. Одно из ключевых – второй этап турнира по стритболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Максим учится в гимназии Эврика в 10 классе. Успешно совмещает учебу и спорт. Баскетболом занимает уже более пяти лет в детско-юношеской спортивной школе номер 7. В этом году выступает в качестве играющего тренера. Говорит, что стритбол привлекает его куда больше обычного баскетбола. Как-то больше энергетики всякой, броски, ну и так далее. Как-то сложилось так, ну как баскетбол. Отсюда и стритбол, как бы, это, я считаю, почти одно и то же, только на одно кольцо. Стритбол появился в 50-х годах. Со временем только набирал популярность. Не так давно он стал олимпийским видом спорта. Иван Майоров – двукратный чемпион мира и чемпион России. На турнире он судья и почетный гость. Любой человек с улицы может попасть в сборную, как вот, в принципе, я точно таким же образом. Пришел на улицу, начали играть и дошли до самого максимального уровня, который вообще возможен, как бы, в уличном баскетболе. И вот все большие победы как раз начинаются вот именно вот с таких турниров. Все ребята начинают заниматься именно отсюда. И я считаю, что это очень правильно. И сейчас, надеюсь, будем проводить гораздо больше турниров, чтобы больше ребят задействовать. Это и привлекает юных спортсменов. Некоторые участники ехали издалека. Команда «Штурм» прибыла в Анапу из Тагила. Добирались на поезде почти трое суток. Отлично, классно. Шкарно. Классный город. Мы любим очень баскетбол и занимаемся им очень долгое время. В Анапе девушки не первый раз. Пошли по стопам своих тренеров, которые еще 10 лет назад приезжали сюда на сборы. На турнире они одни из фаворитов. Это второй этап. Первый состоялся на театральной площади в День защиты детей. Следующий пройдет в Славянске-на-Кубани. В Анапе стартовали краевые соревнования под дзюдо, посвященные Дню России. Из 10 субъектов нашей страны в Анапу прибыли почти 300 школьников. Курск, Орел, Самара, Ставрополь. Честь Анапы защищают спортивные школы номер 1, 4 и 5. А также дзюдоисты из спортивного комплекса «Дельфиненок». Перед началом соревнований участников поздравили представители городской администрации, депутатские корпусы, а также именитые спортсмены, которые стояли у истоков развития этого вида спорта в нашем городе. Нынешние участники – это ребята 2004-2006 годов рождения. Соревнования личные. Впрочем, шансы у Анапчан весьма высоки. А победа будет означать присвоение разряда. На каждый разряда определенное количество побед. Допустим, на третий юношеский, да, у дзюдоистов, нужно набрать 6 побед. Дальше уже второе и первое – это по 10 побед. То есть он должен и победу он должен одержать над спортсменом такого же разряда, как у него, да, допустим, если у тебя уже есть третий разряд, да, ты должен выиграть спортсменов только третьего разряда. Если выиграешь спортсмена более высокого разряда, то тебе считается как две победы. И вот спортсмен постепенно от соревнований к соревнованию набирает победы. И потом подаются документы на присвоение очередного разряда ему. Уже первый день соревнований показал неплохую подготовку анапских спортсменов. В копилке юных дзюдоистов одна золотая, четыре серебряных и семь бронзовых наград. Но это только промежуточные результаты. Впереди еще два дня поединков. Окончательные итоги соревнований будут подведены 15 июня. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok